Всем привет! Хотите немного штурмовки? Да? Тогда этот агрегат вам в этом поможет. Перед вами Ме-262 Пулькштр... Пулькштрора... Тфу, блин. Короче, Швальба с большой пушкой. Это достаточно сложный агрегат. В реалистичных боях на нём делать нечего. Ну, в воздушно-реалистичных боях. Я думал, конечно, сейчас поиграю, красиво позбиваю бобров, чтобы хаврало на куски. Но за 10 боёв были с пушником-истребителем. Так что начнём мы с танковых боёв, где наша 50-тиллиметровая пушка хорошо разносит танкер. Я летал на каморниках, совсем не понимаю, зачем тут подкалиберы. Вроде они летят лучше, но дамаг совсем уж грустный. А вот одним попаданием забрать ИС-3 или разнести Т-95 в крышу... Ха-ха. Это классно. Думал я сделать нарезку из нескольких боёв с фрагами, но лучше покажу самый лучший бой, который мне удалось сделать. А сделать мне его удалось потому, что вражеской авиации и зениток почти не было. Конечно, у нашего пульса... Ё-моё, не буду так больше назвать, ну нафиг. Язык ещё себе ломать. Короче. У него высокая скорость, но на проходах вас могут подловить, кретануть и уничтожить. Атаковать я советую только сверху, стараясь целиться в крышу противников. Ведь если наш камбранник попадает в боевое отделение какого-нибудь советского танка, это ваншот. Большая проблема, честно скажу, с Т-29 и Т-34. Они большие, у них много экипажа. Я стараюсь их не отковать вообще. Наша цель – лёгкие и средние танки. У них зачастую мало экипажа и не такая хорошая броня. А это значит, что выше шанс уничтожить врага с одного захода. Большая проблема лично для меня была уничтожить какую-нибудь совсем картонную технику. Снаряды зачастую летят насквозь. Хайлки-то всяких зениток. Это обидно и неприятно. Также большая проблема у вас будет с прокачкой этого самолёта. Без прокачанной пушки и снарядов – это какая-то жопа боль. Хрен попадёшь. А если и попадёшь, то бронебойный снаряд на стандартной ленте только каждый третий. Пилот, если не прокачан, разгонитесь до перегрузки и влетите в землю. Или просто увлечётесь и воткнёте землю. У меня такое очень часто было. Сейчас, когда самолёт прокачан и есть эксперта, стало достаточно комфортно играть. За бой можно вывести по 2-3 фрага. Даже если не получилось набить очки на ББ-ленту. А, не страшно. С прокачанной пушкой снаряды летят достаточно точно. И даже на стандартной ленте можно забирать зенитки или танки с открытой рукой. По моему мнению, это хороший самолёт. Честно. Вот это интересный геймплей. Он сложный, но интересный. А почему он сложный? Да, заходы эти строить, выцеливать, выходить из пикирования. Кому-то это сложно. Я знаю, есть ребята, которые скажут, да ты не шаришь, это вообще изи. Я тут по 5 челов забыли забираю. Я вам отвечу. Красавчики. Молодцы. А я вот так не могу. Если вы такой же, как я, и не хотите заморачиваться, возьмите Арада. Там три пятисотки, он их кидает по одной. Скорость тоже хорошая. От поршни убежите до филда и на перезарядку. Там можно за счёт скорости через прицел так бомбу кинуть, что её на него поразит с расстояния в километры. А там чувак сидит в одной руке пива, а в другой мышка. Он стоит и в него прилетает 500 килограмм. Ну видишь же фраг, а? Нет, когда я играл в УДО «Штурмовик», так там Арада был пикирующим бомбардировщиком. Не помню, был там воздушный тормоз или нет, но то, что он был как пикировщик, это точно. Ладно, хватит про Арада, давай вернёмся к нашему герою. В этом бою я выпустил весь свой боекомплект. Успел вернуться на базу. Я советую не заморачиваться с точной стрельбой и давать сразу очередь. Благо, хоть пушка у нас начинает косить, но рандом иногда может оказаться и на вашей стороне. Снаряд зайдёт и будет ваншот. В воздушные бои я советую не вступать. Когда видите вражеский истребитель, лучше сразу драпать. Уходим на высоту и ждём, когда противник отвлечившись на союзников. И только тогда можно попробовать сбить врага на проходе. Но скорострельности особо нет, да и манёвренность у нас не очень, так что в манёвренный бой я вступать вам не советую. Самолёт хорошо доворачивает на скоростях более 800 км в час, так что не забываем набирать высоту, а потом менять её на скорость, чтобы успеть выйти из атаки. К сожалению, как бы хорошо вы не штурмили, это не спасёт вас от поражения в бою. Самолёт бас захватить не может, а очки стремительно тают, пока вы в небе. Хотя, с другой стороны, если враг не умирает на земле, он не заходит на самолёте. Иногда бывает, что какой-нибудь мстюн вылетает на истребителе и гоняется за вами весь бой. К сожалению, тогда вы, может, и не умрёте, но особо ничего и не сделаете. Я, наверное, поэтому и советую вам, Арада. Там сбросил свои бомбы за два захода и улетел. Ну, или тебя сбили. А если вы хотите необычный геймплей, то этот самолёт для вас. На этом боевом рейтинге у Германии особо выбирать-то и не есть чего. Есть ещё, конечно, премиумный Дарнье на 5.7. Он хороший вроде, но он есть не у всех. У меня вот его нет. А вот у США у каждого истребителя по паре хороших бомб. А теперь ещё и за батлпасс самолёт на 6.3 с ракетой Мизуни с пробитием в 450 миллиметров. Я уже жду, когда смогу его забрать, и мне кажется, это будет что-то. Чтобы набрать нашу вальбу, я обычно использовал бульдог немецкий. Захваливаю чубазу, разведка за неё даёт, вон у скачка самолёт. Это хорошо. А теперь давайте к воздушным боям. Я сыграл примерно 10 боёв. Особых результатов у меня там не было, как я уже и говорил. Рассчитывал увидеть бобров, позабивать их красиво. Ха! Ведь у нас воздушный респ. А видел я только тендерджетов, которые тоже с воздушным респом и хотели убить меня. Если вы будете качать этот самолёт, качать его лучше в воздушных боях. В принципе, можно забирать штурмовиков, которые идут бомбить базы. Если повезёт, заберёте их с одного попадания. Разваливается самолёт с этой пушки очень красиво. Потом также уходим на высоту и надеемся кого-то подловить. А если поеболи за вами, не стесняйтесь, идите крабить наземку. Пушка с фугасами ваншотает всякую арту и зенитки. А когда прокачаете бомболенту, будет вам тренировка в стрельбе по танкам. Я тут заглянул в кабину. Блин, а это нормально, что у неё так провода торчат, а? Хм. Ну ладно. Я крайне не рекомендую заниматься уничтожением наземки в начале боя. В начале боя всё же попробуйте сбить вражеские самолёты. Если повезёт с картой, то да. Улетайте какой-нибудь на отшипы и крабьте наземку. Я так делал. Не жалейте на этот самолёт усилителя, и у вас всё получится. Прокачиваем снаряды, каркас для живучести и пушку. И можем уйти в танковые бои. Это хороший самолёт. Он сложный, но хороший. Очень интересный. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok